утро сегодня день благодарения в америке у нас очень много еды вот этот турки индюшки мясо и наш потейт не удался с мясом я готовила макароны даже пицца ну дэниел ничего вчера общение вообще сочи если я и мясо индюшки данилке температура у него спала уговорила его поесть кашу посмотрим получится у меня или нет сказал делай ну вот видите кашлюнчик кашка 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 дэнел конечно кашляет но не хочет чтоб я его естественно продолжала снимать больного и сочи лет сочи ну чё ты сидишь тени то иди на на солнышко сидит там тоже с ухом со своим ну чё у данила выходные праздник сегодня к врачу не попасть меня она не слушается кашу есть тоже хорошо чем мы лечимся даниил поел каши немного вот таким сиропом таблетки на ночь тоже в воде разводятся с медом кстати это на день без снотворного чуть-чуть меда добавляем воду уже диабетик сиропы тоже конечно повышает сахар есть и без сахара но у нас уже это было куплено и ну температуры нет каши поел я сегодня на работу ну у нас уже можно вот видите одеваете наши крисмос нарядной рубашки что сейчас сделаю я пойду померю дэнел давление кислород температуру добрый день еще раз уже с утра с вами общалась сейчас я еду на работу перед выездом померила дэнел и давление и температуру и послушала грудь потому что конечно конечно я опасаюсь что хрипота и мокрота может быть опять от сердечного приступа но он говорит дыхание у него нормально и хочу сказать что голос стал лучше концу дня сейчас когда я поехала что постоянно ему дают то чай то с добавкой этих порошков теплую воду ну кашу он поел но говорит вырвала его уже позже я думаю от кашлят что он кашлят конечно сильно собираться на работу завтра ночью я говорю ни в коем случае я запрещаю некому работать я говорю ты думаешь что ты умрешь и не госпитал перестанет работать что ли не знаю дадут как говорится до смерти быть таким ответственным я бы например позвонилась совсем так более вирус кому-то нужен проверили домой не отправили значит не считает опасным он тем более мы будем говорить и один работают не в окружении коллег или больных госпиталь большой курточку наверное заметили да я в каком-то году в прошлом что ли хотела ее гудвил отвезти потом одела на работу и мои коллеги остались в восторге особенно нэнси она даже спросила у меня потом где твоя где-то где моя любимая курточка она сказал которая ягод вообще такого дизайна не не видела нигде и очень красивая и все прочее поэтому сегодня я решила обрадовать себя первую очередь и нэнси которая попросила одеть эту курточку она легкая и в плечах видите она тянется вот этим хорошо после того как я померила свою курточку любимую у меня дочь ее просит но знаете вдруг носить не будет она когда еще была молодая 2000 каком я шестом пятом году ездила с этой курточкой в россию и тогда она была не нужна я по-моему даже хотела оставить ей она не понравилась но сейчас она тоже уже стала взрослой весе немножко добавила поэтому то что вот в плечах она застегивается все на плечах а вот это видите хорошо все вот это стретченинг конечно хочется уже удобства я помню это курточка excel и я еще школу ходила на английский ней кстати и тогда уже ну плеч у меня всегда крупные понимаете тогда уже мне как казалось немножко тесновато в плечах хотя размер мой а сейчас тем более руки стали крупные но ничего есть что одеть просто как реликвию храню я как раз она мне нравилась и нравится та курточка теперь вот видите хорошо что эту бутылку не отвезла буду ее одевать для разнообразия я так решила буду одевать по все по очереди курточки которые у меня есть каждый для себя просто для себя видят не видеть какая ерунда кто не видит себя надо радовать ему видите как жизнь ни с того ни с сего данилка резко заболел все равно иммунная система у него работает ненормально что там говорит столько препаратов принимают ну конечно я переживаю и конечно ему сказала если начнется шорт в бреде но дышать если не сможешь вот проблема с дыханием немедленно вызывай скорую и едем в госпиталь уже шутить и гадать не надо надо ехать и проверяться если проблемы ну сейчас я поехала на работу он уснул вот он когда спит вчера он спал целый день он не кашляет и не храпит главное нос у него дышит у него всегда нос нормально и сейчас я пошла он уютненько так спит так что я думаю все нормально температура спала прочистить свои бронхи верхней части у него вчера его послушали врач сказал что у него воспаление в верхней части типа флю, гриппа или орзе по нашему будем надеяться на лучшее знаете да сегодня праздник я работаю Данилка больной лежит ну это как говорится жизнь мы ни почему не скучаем потому что Данил достаточно делал много мне праздников готовил эту турку всегда индюшку буду говорить чтобы вам понятно было индюшку всегда готовил и когда еще мама жила она готовила честно вам скажу я к индюшке никогда и сама ее не готовила вот ну как то не было в этом необходимости потому что Данил это делал с большим удовольствием это его традиционный праздник он рос с бабушкой и мать готовила всегда он знает как это делать и легко все это делал и всегда у нас были гости приглашали ну видите жизнь идет без меня мы стареем болеем и мяса у меня индюшки достаточно я вам показала так что сказала Данил чтобы писал не периодически и отвечал на мои звуковые сообщения чтобы я была в курсе как он себя чувствует кстати утром сама проснулась рано утром и тоже как бы знаете испугалась нос засыпел у меня думаю блин ну все ну контакт же все равно у нас думаю заболею ну побрызгала у меня капли в нос есть вроде все успокоилось не знаю избегу ли я конечно он поставил от гриппа я поставила прививки ну надеемся будем надеяться что в легкой форме по крайней мере переболеем прививка дает видите просто что ты будешь болеть в легкой форме не такое поражение будет у всех разные отношения к прививкам каждый имеет право на это я никогда не поддаюсь никаким агитациям никаким вот этим знаете движением у меня всегда свое мнение насчет всего насчет прививок не потому что кто-то меня убедил кто-то что-то ну и жизненный опыт я его придерживаюсь у нас с Даниилом он совпадает вот мы всегда работали и хотим как можно дольше продолжать работать потому что это какой-то стимул знаете я не знаю конечно у каждого свои ценности в жизни кому-то нравится сидеть за столом есть пить бурно общаться а мы любим вот уже тем более сейчас нашли бы куда пойти кого пригласить но нам хочется покоя тишины сочи ухо болит но не попали я уже говорила к врачу но я все-таки умудрилась запихать мазь которую себе в уши мне врач выписывал очень хорошая мазь я вам хочу сказать просто сразу снимают все и зуд и боль даже стала пользоваться в других местах этой мазью моментально все заживает опрелости все эти так что может поможутся чульки не знаю ну сейчас праздник все равно клиники не работают ну вроде все рассказала вам будем ждать что там дальше у нас будут какие события видите уже в брыкруме вкусняшки и пай с орехами еще никто не начинала ну вот уже елочка у нас тут нарядная стоит обычно красная в этом году голубая ну вот сходили получили горячий праздничный обед это хэм свинина и тыквенная каша и икорн кукуруза традиционный вот такой праздничный ужин свеженькая все горячая армандо пробует это говорит от этих only your hands good i want a picture i like pictures i like pictures i like pictures i don't like видите с как она там let me see what that's my hands yeah i like your hands only nice hands yeah man hands yeah hard working hands yeah enjoy yeah работает вот именно раздаем мы с ним вместе ужины это говорит от от родителей наших пациентов подарки автор 2 2